Хеллоу, с вами Антикеп и сегодня я вам расскажу о фильме Гордость, предубеждение и зомби. Я был весьма заинтригован таким вот поворотом событий, но увы, в кинотеатр я не попал, поэтому ждал хорошего качества, чтобы полностью оценить этот продукт. Из актеров достойны упоминания Лили Джеймс, которая недавно блистала в сериале «Война и мир». Важно отметить, что здесь она играет как надо и приятно смотреть и приятно слушать, в отличии конечно же от сериала «Война и мир». Сэма Райли мы недавно видели в фильме «Малефисента», ну а Чарльз Дэнс в представлении не нуждается, харизматичный мужик. Но как бы все приятно на первый взгляд не казалось, при просмотре вылазят косяки. Первое, что бросилось в глаза, это то, что персонажи какие-то недалекие. Как будто бы каждый живет в каком-то своем мирке, не видит ничего вокруг, не делает никаких выводов и совершенно непонятно относится к сложившейся ситуации. А ситуация такая, что Англию захватывают зомби. И вот ты наблюдаешь на такие сцены, которые просто уму непостижимо, как они получились. А персонажи совершают какие-то неадекватные или необдуманные поступки. Ну как так можно? Но что удалось создателям фильма, так это передать стиль эпохи, показать красивые нарядные костюмы, приятно полоскать наш слух качественной знатной речью. Ну и в целом передать вот какой-то шарм, какой-то стиль прошлого. Очень хорошо сделана обманчивость героев. Фильм постоянно заставляет тебя делать неверные выводы и в итоге, когда все карты уже разложены, только тогда ты понимаешь, кто есть кто на самом деле. И вот это тоже весомый положительный аргумент. Но тут же всплывает то, что фильм весьма скучный, в нем мало экшен, мало какого-то драйва, мало смены локаций. Все весьма уныло, серо и однообразно. Местами даже выглядит как-то слащаво и малореалистично. Все-таки идет война, а тут какие-то пирушки закатывают, бухают, кто-то с кем-то женится, кто-то кому-то сватается. Как будто бы весь хаос, который творится вокруг, их не касается. То малое количество зомби, которое есть, сделано довольно хорошо, но вот такая смесь какой-то викторианской Англии и хоррора про зомби, выглядит ну как-то неорганично. Визуально, конечно, да, притягательно, но вот содержание коктейля вызывает какие-то невнятные ассоциации. Я бы сказал, недоработанная атмосфера, которая работает на два фронта, и на зомби, и на вот гордости и предубеждении. И по факту она ни там, ни там не успевает и не дорабатывает. Поэтому как бы фильмы не вытягивает. В общем, кому хочется посмотреть на столь дерзкую интерпретацию классического произведения, можно рекомендовать. Но помните, что фильм весьма неоднозначен. Я больше ориентировал его на женскую аудиторию, потому что для мужиков тут очень мало брутальности, реализма и здравого смысла. Ну короче, более эмоциональная такая вещь, а девчонки такое любят. Думаю, вы для себя поняли, что делать. С вами был Антикеп, не забывайте про подписочку, лайк, комментарий, вступайте в группы в социальных сетях, а также просмотрите другие мои видео. Спасибо за внимание, увидимся.